А теперь вернёмся в зал суда. Истец Варвара Орлова, бухгалтер из Москвы, обращается в суд с иском о признании расторгнутым договора бессрочного безвозмездного пользования квартирой и о выселении ответчика и её несовершеннолетнего ребёнка. Ответчик Дарья Орлова утверждает, что оснований для расторжения договора нет. Пожалуйста, истец, обоснуйте ваши исковые требования. Всё связано с тем, что дальнейшее проживание в квартире совместной просто стало невозможным. Варя, ну что ты врёшь? Давай я расскажу, а потом ты уже будешь свои какие-то доводы приводить. Полтора года назад я заключила данный договор с своей сестрой младшей. Она приехала ко мне и просила какое-то время пожить для того, чтобы найти работу в Москве, устроить ребёнка в Ясли. Она должна была родить буквально на днях, будем так говорить. Ну, естественно, я не чужой человек, поэтому я пошла ей навстречу, и всё бы было ничего, мы пошли, заключили этот договор. Но сложилось всё совершенно не так, как я думала, потому что два месяца назад моя дочь переехала ко мне. У неё не сложились отношения со своим супругом. У них была квартира, он, ну не знаю, что уже там она не рассказывает, она человек у меня скрытный, но переехала ко мне жить. У меня квартира трёхкомнатная, я ей отдала свою комнату, сама переехала в гостевую. Вот. И тут начали выясняться интересные подробности, что и моя дочь, и моя сестра, в общем-то, отец детей и внука, и племянника один и тот же человек. И вот с этого момента в квартире начался просто ад кромешный. Выяснение постоянных отношений. Дело дошло до драки. Вот у меня есть протокол даже из милиции, пришлось вызывать. милицию, потому что я своими... Какая разница, кто первый? Какая разница? Сама ситуация просто выходит за всякие рамки. Вот. Ну и плюс к тому, ребёнок маленький, мой внук, он не спит. У Даши такой гипертонус, будем так говорить. Мальчик очень подвижный, он спать не даёт совершенно никому, и отдыха тоже никому не даёт. Кроме того, Даша обещала, что она устроится на работу. Но я за вот это время, пока она у меня проживает, то есть я не вижу никаких движений в сторону прогресса, будем так говорить. Она какие-то временные подработки находит, живёт она на пособие детское. Ну вот так всё очень складывается. Она заняла очень удобную позицию, она просто свесила ножки и болтает ими. Ребёнок только вот недавно устроился, устроила она его там где-то в детский сад. А до этого времени всё, постоянно я сидела с ней, с мальчиком, потому что ей надо куда-то уходить, ей постоянно надо куда-то бежать. Я сижу с ребёнком, но у меня тоже есть свои какие-то личные дела. Скажите, пожалуйста, ну вот если вы ставите вопрос о том, чтобы выселить ответчика, тем более с ребёнком, а ответчику есть куда уехать? Конечно, есть. У нас у мамы дом Смоленский частный, там довольно прилично, больше площади, чем у меня, поэтому я была в органах опеки, и они мне дали такие пояснения, что если будет справка, что ребёнку будет предоставлена площадь, большая площадь, как они объяснили, то проблем никаких не возникает. А если не будет такая справка? Будет, мама согласна, почему же нет? Мама согласна. Ну хорошо, давайте мне документы на квартиру. Скажите, пожалуйста, вы уведомили ответчика о том, что вы расторгаете через нотариус? Да, 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 через нотариус не умеет. Да, документы мне передоставьте, пожалуйста. Пожалуйста, Атеичка, я вас слушаю. Ваша честь, я категорически возражаю против расторжения договора бессрочного и безвозмездного пользования жилопомещением и снятия меня с регистрационного учёта, плюс чтобы моего ребёнка просто выгнали на улицу с квартиры. Ну ты не на улицу идёшь, Аша. Дело в том, что моя сестра Варя, она меня просто обманула. У меня была комната в захолустье, ну, далеко от Москвы, и сестра мне предлагает. Давай, говорит, ты свою комнату продашь за 800 тысяч. Я её продала, эту комнату. А сама, говорит, в это время переезжать, жить ко мне. Вот. И поближе ко мне будет, и всё-таки сёстры. Я продала комнату и поехала жить к маме в Смоленск, пока Варя делала ремонт. У неё комната после ремонта, она сказала, что... Да, у меня квартиру я купила после пожара, поэтому там очень большой ремонт, и деньги были вложены огромные. Вы можете представить, эти одни стены остались просто-напросто. Вот. В итоге я поехала жить к маме в Смоленск, вот после этого приходит письмо. Возьмите, пожалуйста. Нет-нет, я попрошу вашу документу. Приходит письмо от моей сестры. Приезжай, мы с тобой заключаем договор пожизненного проживания. пожизненного проживания. Даша, такого разговора не было. Как ты его поняла, это другой момент. Был такой разговор, мы хотели к нотариусу. Говори, не обманывай меня. Причём здесь обманывай, не обманывай. Если ты понимаешь что-то так, как ты хочешь понять, ты пришла и сказала, я у тебя поживу какое-то время, пока я накоплю на квартиру, пока я там устрою и так далее. Сейчас ты не разыгрывай здесь комедию, пожалуйста. А скажите, пожалуйста, а вот как-то то, что вы ссылаетесь, то, что вы из СУ передавали 800 тысяч рублей, это как-то у вас зафиксировано? Ваша честь, так как это моя сестра родная, я с ней расписки брать не стала. Даша, давай ещё начнём с того. За 800 ты продала квартиру, ты ещё какие-то потратила там вещи, деньги на вещи, на то, на то, на то. Ремонт мы делали вместе. Вара, ты забрала все мои деньги. Вара, не надо врать. Дорогая моя, ремонт мы делали с тобой, да. Ты добавила. Ты сама сама видела, сколько стоит строителей, сколько стоит полностью провести. Не надо, пожалуйста, жила с мамой в Смоленске, я приехала к тебе потом. Правильно, очень хорошо. Ты вообще, понимаешь, ты всё мне на руки вот это сбросила, и всё. Варя, вообще, ты была в положении тогда. Ты знаешь, у меня дочь сейчас тоже была в положении, и тоже она вот сейчас с ребёнком. Ну и что дальше? Это моя дочь. Это моя дочь. Твоя дочь дешёвая девка, извини, конечно, после того, что случилось. Давай немножечко удержимся. И ты меня ещё выгоняешь из квартиры? После того, что случилось. Она жила с этим человеком, когда ты с ним... Он жениться нам не обещал вообще-то. Ничего так? Жениться обещал. Обещать – это не значит жениться, дорогая моя. Мы встречались с ним. А то, что твоя дочь Солошёвка, я не виновата. Ответчик, ответчик, простите. А ваша дочь состояла в зарегистрированном браке? Нет, нет. Они просто были сожителями, но они уже жили довольно долгое время. И вот когда Даша приехала к нам, вот это всё у них произошло. Дочь об этом не знала, потом уже выяснилось, когда... Так, а истец, скажите, пожалуйста, сколько ответчик вам передала денег за ремонт? Порядка, я не помню, около 500 тысяч. Порядка 500 тысяч, но ни расписки, ничего там не было у нас. Нет, ну вы же не отрицаете, что вы эти деньги получили, да? Да, но это всё было вложено в ремонт, потому что квартира похода пожарная. Простите, пожалуйста, ну вот как бы, да ну вложено в ремонт, и что? Ну и дело в том, что я бы вообще даже не поднимала этот вопрос, если бы не сложились вот такие совершенно жуткие и нечеловеческие обстоятельства в семье. Не свидетельство о рождении ребёнка? Да, конечно. А будь добра, пожалуйста, квиточки, подтверждающие, что была оплата произведена. И то, что ребёнок ходит в детский садик. Скажите, пожалуйста, ответчик, а у нас папа-то признал своё отцовство по отношению к тому и тому ребёнку? Да нет, он в принципе не признал. И не там, и не там не признал. Он просто уехал на север. Так, понятно. Суд удаляется о принятии решения. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования, со возражения ответчика по заявленным исковым требованиям, рассмотрев представленные документы, заявленные исковые требования удовлетворяет и признаёт договор бессрочного, безвозмездного пользования квартиры расторгнутым. Суд выселяет ответчицу её несовершеннолетнего сына из квартиры. Суд также снимает ответчицу её несовершеннолетнего сына с регистрационного учёта по месту жительства. Суд полностью удовлетворяет заявленные исковые требования, поскольку данная квартира является собственностью истицы. Ответчица была вселена в квартиру и зарегистрирована в ней по месту жительства на основании договора бессрочного, безвозмездного пользования. Истица вправе в любое время отказаться от договора безвозмездного пользования, известив об этом ответчицу за один месяц, что и было сделано истицей, поскольку истица предоставила соответствующие документы, что уведомление о расторжении договора ответчица получила через нотариуса. Поэтому данный договор считается расторгнутым по истечении месяца со дня получения ответчицы уведомления. В соответствии с правилами чати 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации. Соответственно, ответчица, ее несовершеннолетний сын, права которого возникли только на основании прав матери, подлежат выселению и снятию с регистрационного учета по месту жительства из квартиры. Ответчик вас не должно сбивать с толку наименование договора «бессрочного безвозмездного пользования». Слово «бессрочный» – это не означает, что у человека появляется до конца его жизни право пользования данной квартирой. Но этот договор «бессрочного безвозмездного пользования» обязательно только применить к договору квартире. Это может касаться и другого имущества. Но коварство этого договора следующее. Поскольку он носит безвозмездный характер, то законодатель и установил, что есть у имущества собственник, за один месяц предупредил и имеет право расторгнуть этот договор. Поэтому, как ни парадоксально, но в этой ситуации, может быть, даже стоит заключать срочный договор безвозмездного пользования. У нас есть «бессрочный», а есть договор со сроком. Вот когда договор безвозмездного пользования заключается со сроком, там его расторгнуть значительно сложнее. Это вам понятно, ответчик? А пока истица-собственница, она вас предупредила за один месяц, вы решили не реагировать на то, что вы получили. Даже не посмотрели документы, что вы получили это уведомление из нотариальной конторы. Решили, что поскольку вы мама-одиночка, папы нет у ребенка, ребенок несовершеннолетний, никто на самом деле вас не выселит. Даже не посмотрев правила у расторжения бессрочного договора. Понятно вам, Матвейчик? Понятно. Суд огласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Исковые требования удовлетворить. Если бы моя сестра вела себя нормально, мы бы все жили долго, тихо и счастливо. Ну а так, видно, не судьба. Да, я считала свою сестру самым близким человеком. Зачем же она говорила мне, оставляй, вырастим? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!